Девушки отдыхают Да дело не в этом, у нас с ней много общих тем, мне лично просто интересно с ней общаться Не, ну я, конечно, понимаю, там, Тонька изменилась, похорошела, клевые шмотки творят чудеса, но она маленькая Ты о чем, Ваня, она же наша ровесница Сэн, не тупи, нашим одноклассницам еще к куклу играть, я предпочитаю контингент постарше Так Каринка же, по-моему, тоже в нашем классе учится? А при чем тут она? С Аринькой встречаться без понтова Я вот постречал классную девушку, на два года старше И кто же она? Мы ее знаем? Я о своих девчонках трепаться не люблю Ну да, да, конечно, ни разу такого не было А, слушай, Иван, а ты чего с Аринькой-то расстался? По-моему, классная девчонка Да я тебе говорю, детский сад, штаны на лямках По-моему, дело не в возрасте, люди должны друг друга понимать Фигня, главное, чтобы отношения были взрослые, тогда есть смысл А так гулять за ручку, не, это без понтова Ведь мы не ангелы, живем мы на земле С дождем растаяли, как слезы на стекле Наши крылья растворились, улетят на небеса И, наверное, забыли, что не верим в чудеса По небу плыли мы не бедом, а куда И растворились мы, наверное, в облаках Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса Нам, наверное, что-то снится Хоть я не ангел, но я хочу быть с тобой И ты тоже не ангел, но все равно будешь мой Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю, обещаю найти Я обещаю, обещаю найти Я найду тебя Правда пришел в себя? Спасибо вам огромное, что вы мне сообщили А я могу сейчас приехать? Спасибо, я тогда прямо сейчас выезжаю Спасибо Лерочка, а можешь мне помочь? Смотря в чем? У меня с песней проблемы В одной музыкальной фразе мне дыхания не хватает Посмотри, приходи на занятия, посмотрю Нет, ну понимаешь, я сейчас хочу с этим разобраться Ну вот прямо сейчас Ну да что ты говоришь? Хочется да перехочется Ну тебе что, сложно, да? Я просто не понимаю, с какой стати я должна все бросить заниматься твоим голосом Потому что ты вообще-то, мой преподаватель, и тебе за это деньги платят Мне платят деньги за конкретные часы в школе А за частные уроки я беру дополнительную плату, ясно? Ну мне же ты можешь помочь просто так? С какой ты стати? Я не собираюсь сделать исключение, только потому что тебе Калерия Викторовна Привела Я твоя сестра А вот об этом сестра лучше не вспоминать Все, мне пора Да? Вызывали? Не вызывала, а просила зайти Между прочим, я жду уже со вчерашнего дня Ну и что будем обсуждать? Ваше назначение, конечно Вы же у нас теперь классный руководитель А это, между прочим, ответственная должность Ну, это можно сказать пост Вы, наверное, ждете благодарности от меня, да? За оказанное мне высокое доверие А вы зря иронизируете, Евгений Валентинович Я действительно хочу помочь вам освоиться в этой школе Ну, спасибо вам за заботу, но я как-то и сам справляюсь с этой задачей Я заметила, и это прекрасно Вы уже освоились в коллективе, но труд классного руководителя, он же требует особого подхода? Ну, я постараюсь найти этот подход в ближайшее время Да прекрасно, но я-то как директор обязана вам помочь Мы, наверное, должны составить какой-то план Что же вы такая молодая и красивая? Профессию выбрали так себе Могли бы пойти в модели или в журналистику Вы мне еще в учительницу заделали Там платят мало Да, здесь зарплата у вас гораздо больше Только, похоже, придется подумать о пенсии По совокупности эпизодов приличный срок вам обеспечен Ой, а вы докажите Докажем А чтобы суд смягчил вашу горькую участь Настоятельно рекомендую оказать содействие следствия Вы меня понимаете? Не понимаю, кофейку не найдется? Хорошо, объясняю Вы отличный специалист по квартирным кражам Антиквариат не ваша специфика Да? А я, может быть, квалификацию поменяла? Это вряд ли Скорее всего, кто-то взял на себя руководящую роль А вам предложил удовольствоваться функциями исполнителя Так? Да не так Я одна работаю, так надежнее Вы классный час проводили? Нет, когда? Конечно, это же самое главное От этого очень многое зависит Можно? Да, конечно, берите ручку Значит, первое, да? Классный час Да Классный час Записал? Вы зря так легкомысленно относитесь к работе классного руководителя Евгения Валентинович Второе Между прочим, класс у вас очень сложный, творческий И вообще, я думаю, что нам с вами надо первый классный час провести вместе Вместе Тамара Да Идейный вдохновитель кражи скрипки не вы Это ясно, как божий день Так зачем вам брать чужую вину на себя? Боже мой, с чего вдруг такая забота? Да просто жалко вас Вся жизнь впереди А придется сидеть на зоне за себя и за того парня А если вы такой жалостливый, отпустите меня Я подумаю Если назовете имя сообщника Вас, конечно, не отпустят, но срок скостят Мишка, ты не представляешь, как мы все за тебя перепугались Я даже не помню, как сюда попал Конечно, тебя же без сознания сюда привезли Твой врач позвонил мне и сказал, что ты пришел в себя Спасибо, что вы приехали Я бы встал, у меня голова кружится Ты что, не вдумай, Миша, тебе же лошадиную дозу яда подсыпали Тебе, кстати, очень повезло, что тебя сразу нашли Еще бы пару часов Да, да мне уже оперативник, который ночью дежурил, он все рассказал Я тебе апельсины привезла, ешь Витамин С выводит токсины из организма Спасибо вам Да ерунда Да нет, не за апельсины Нет, за апельсины тоже спасибо Просто если бы не вы, я бы сейчас в другом месте был Хорошо, что все так получилось И учебники я тебе не зря привезла Угу, знание и сила Садитесь Добрый день всем Сейчас у вас будет классный час А в расписании вроде химия Смирнов Иногда в расписание вносятся изменения Теперь у вас каждую неделю дополнительным уроком будет классный час А зачем он? Петрова, ты где учишься? На Луне, что ли? У вас что, раньше не было классного часа? Был в младших классах Вот, а теперь еще будет и в старших классах И вы будете обсуждать какие-то вопросы Понятно Сорок минут активного промывания мозга Нет, ну почему же так? У вас будут возникать вопросы И у вас будет возможность получить на них ответы Да все вопросы решаются на ходу У нас так времени на что не хватает Смирнов, давно уже пора понять Все надо решать, организованно Калерия Викторовна, можно у меня вопрос? Да, Жанночка, пожалуйста А Евгений Валентинович, а сколько вам лет? Рябакунивы! Это что за выходка? Ты что себе позволяешь? Евгений Валентинович, вы совершенно не обязаны отвечать на это? Не, ну я не дам, а преклонных лет я отвечу Первая цифра моего возраста Это степень окисления алюминия Вторая, кальция Ну посчитайте Поэтому я вам говорила, что нам надо идти на классный час вместе Достепенно, просто катастрофа какая-то Но вообще вы распустились Что вы себе позволяете? Последнее предупреждение Это для вас не цирк Вообще, я конечно понимаю, что ты чувствуешь себя передо мной в долгу Но это все нелепо Это просто удачное стечение обстоятельств Да, если бы вы мне не поверили, мне бы никто не поверил Но я в принципе правду рассказывать не собирался Стыдно просто Миш, не мучай себя Каждый в жизни совершает ошибку Каждый может оказаться в тяжелой ситуации Спасибо, только не надо меня успокаивать Я ввел себя как трус Вот вы бы на моем месте себя так не повели Миш, послушай, что я тебе скажу Ты не трус Ты хотел спасти любимого человека И ради этого был готов пожертвовать своей жизнью Ты прав, я бы так не поступила Потому что мне не хватило бы смелости Вы правда так считаете? Конечно, а ты не переживай Тебе нужно выздоравливать, набираться сил и возвращаться в школу В школу я не вернусь, меня исключили Галерия Викторовна меня ни за что обратно не возьмет Да пусть только попробует Не беспокойся об этом Очень скоро ей самой придется уйти из школы Это возможно? Конечно, я разве тебе не сказала? Савченко идет на поправку и скоро вернется в школу Да, а откуда вы знаете? Он же лежит с тобой в одной больнице На два этажа ниже Я когда вчера к тебе заходила, на пять минут зашла к нему, проведала А, ну передавайте ему привет огромный Конечно Ну ладно, Миша, я пойду Ты выздоравливай, поправляйся Спасибо вам большое До свидания Зряла поршень Своим отказом вы даете возможность своему подельнику спустить на вас всех собак Я сказала, ничего не скажу Ну хорошо Я дал вам шанс Теперь поезд ушел Но перед тем, как вас уведут Я хочу, чтобы вы меня послушали Мальчик, на которого вы пытались повесить кражу скрипки Жив, несмотря на все ваши старания Хорошо вы его запугали, только это не помогло Он прекрасно запомнил человека Который приезжал в лес, в котором вы собирались его убить Мало ли, чтоб померещилось ему за страх Более того, Миша подробно писал машину и даже номера запомнили Так что теперь поимка этого таинственного гостя Это всего лишь вопрос ей На повестке дня у нас еще один очень важный вопрос Выбор старосты Какие будут предложения? Галерия Викторовна, мы не на партийном собрании Может, без официоза? Евгений Валентинович, а по-моему, это очень серьезный вопрос И нельзя это так вот, между собойчиком Ну, вы правы Можно? Да У меня еще вопрос Еще один? Да Можно я буду старостой? Что смешного? Вот так, ну, наверное, это надо как-то решить в общем голосовании Да нет, 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 нет Ну, хорошо, хорошо Хорошо, ну, если так, то, пожалуйста, можешь приступать к своим обязанностям Спасибо Так, ну, мы детали с тобой, Рябаконева, обсудим попозже, а все остальные могут быть свободны. А я тоже? Да, и вы, Евгений Валентинович. Все, спасибо. Калерия Викторовна, вы знаете, я тут надумала? Думать будешь тогда, когда я тебе разрешу. Ясно? Ты вообще что здесь устроила? Это что было? Ты хотела привлечь внимание Евгения Валентиновича? Нет. Нет, а мне показалось, что ты с ним флиртуешь. Как вы могли обо мне такое подумать? Ну, в общем, так. Еще раз подумаешь себе такое, увижу, что флиртуешь, ты просто об этом пожалеешь. И одеваться надо поскромнее. Добрый день, Валерия Андреевна. Теперь-то вы мне объясните, что мне делать с этой музыкальной фразе? Не торопись. Каждый урок мы начинаем с распевки, привыкая. Давай, от ноты до и выше. Да не буду я распеваться. У меня один конкретный вопрос. В одном месте песни мне не хватает дыхания. Что мне надо делать? То, что я говорю. Начать нужно с распевки. Это урок, а я преподаватель. Привыкай. А если я не хочу? Значит, не будет никакого занятия, потому что ты его срываешь. Тоже мне преподаватель. Точно такой же, как и Глеб. Его, наверное, ты слушаешь с открытым ртом. Срах, Нила. Какая разница? Я тоже здесь работаю. Или ты еще не поняла? Глеб, во всяком случае, ко мне не придирается. А ты только и ищешь повод. Слушай, я тебя предупреждаю. Либо ты будешь выполнять мои требования, либо я тебя не аттестую. Так, ну что, Николай Павлович? Я готов к выпуске. Ну и замечательно. Вот и документы ваши готовы. Вот только, Николай Павлович, вы-то как раз у нас не совсем готовы. Как никогда? Мы же договорились. Ну, со мной вы можете договориться о чем угодно. А вот с вашим сердцем, я думаю. А что сердце? Я себя прекрасно чувствую. Николай Павлович, сядьте, пожалуйста. Да. Понимаете, у вас обманчивые впечатления. Сил у вас на самом деле очень мало. Ой, сила восстановится. Знаете, сейчас в школу вернусь, все болячки забудутся. Да, да, конечно. Я вам гарантирую, один день, два, от силы неделя плодотворной работы. И все. А что потом? А потом к нам. Ну, более-менее терпимо. И не забывай про дыхательные упражнения. Покажи еще раз тогда. Надя, урок закончен. Вообще-то... Глеб, здравствуй. Здравствуйте, Надежда. А мы с Глебом перешли на «ты». Ты придешь сегодня на репетиции? Ну, да, конечно. Ну, давай тогда до вечера. Только приходи скорее. Я бы на тебя ждать. До свидания. Лера, я понимаю, это так неловко, Надежда ведь моя ученица. Не бери в голову, она совершеннолетняя. Ну, я не это имел в виду. А она именно это имеет в виду. Лера, как вы можете? Могу, потому что я ее хорошо знаю. У нас с ней чисто дружеские отношения. Кроме того, я хочу научить Надю профессионально владеть голосом. Да она сама кого угодно научит, только не этому. Глеб, я предупреждаю тебя по-дружески. Лера, давай оставим на эту тему. Как хочешь, только потом не говори, что я тебя не предупреждала. Хорошо. Лера, я вообще-то хотел тебя пригласить на концерт «Балабам». Завтра вечером в кафе «Элифа». Придешь? Еще. А я-то думала, что ты зашел про Надькины успехи узнать. Николай Павлович, послушайте мой совет. Как лечащего врача. Сначала долечитесь, а потом работать. Ну вот. Я уже собрался уезжать. Николай Павлович, никто не возражает, чтобы вы отсюда уехали. Только вот не в школу, а в санаторий. Да, да. Вот уже все ваши документы, справки готовы. Там все уже вас ждут. Если хотите, мы вас отвезем домой, вы соберете нужные вещи. И отдыхать. Санаторий, как-то неожиданно. Нет, спасибо, конечно, спасибо. Я... Ладно. Санаторий, так санаторий. Николай Павлович, я... Можно отниму еще минуту вашего времени? Тогда, конечно, иди. Привет. Вам сегодня опять по пути? С чего это ты взял? Ну, ты же, наверное, в кафе идешь, и я тоже на репетицию. Вот и иди на репетицию. А я одна хочу прогуляться, без кавалера. Вот такое у меня настроение, понимаешь? Ну, подожди, мы же с тобой так прекрасно пообщались вчера. Ну, давайте про ваших поговорим. О чем мне с тобой говорить, а? Ты, Ванечка, маленький еще, понимаешь? А я девушка взрослая, самостоятельная. Ну, какой я не маленький, на два года всего младше. Да не в этом дело. Просто я привыкла к парням посолиднее. К олигархам, что ли? Ну, не то, чтобы, но повзрослее и побогаче. Удачи. Ну, вот-вот, а. Слушай, ну, ты не расстраивайся. Я не расстраиваюсь. Ну, немного столько обидно. Совсем недавно чувак у меня так крутился. Ну, видишь, что просто дешевка. Ну, с таким встречаться даже противно. Ну, не переживай. Да я не переживаю. Хорошо, сейчас репетиция будет. Ну, вот и пойдем. Не стоит он того, понимаешь? Добрый день. Добрый. Следователь Калашников. Послушайте, если вы опять по поводу этой скрипки, то обращайтесь лучше к директору. Я лишь временно исполняю его обязанности. И поверьте, я абсолютно ничего не знаю. Ну, не будем делать поспешных выводов, Калерия Викторовна. Поговорить я пришел именно с вами. Вы что, меня в чем-то подозреваете? Да нет, ну что вы. Я просто рассчитываю на вашу помощь. Скажите, ту съемочную группу с телевидения вы в школу пригласили? В День учителя? Да, я. А в чем дело? Вы хорошо с ними знакомы? Да нет, шапошно. Я только знала, что Тамара, она тележурналист, а Альдамар Карлович, это ее муж. А где вы познакомились? В ресторане. А описать этого Вальдемара можете? В общем, да. Он такой невысокого роста, худощавый, примерно лет шестидесяти. Ну-ка, импозантный, привлекательный, улыбчивый. А случайно фамилию его вы не знаете? Да нет, конечно. К чему мне? Зачем? Я же не спрашивала. Я же не знала, что вам может понадобиться. У меня к вам большая просьба. Назначите ему встречу в ресторане. Можете? Постараюсь. Ну вот, и как я себя не пыталась убедить, что жизнь сложная штука, что ситуации надо принимать такие, какие они есть, в результате моя теория рухнула. Знаете, зачастую мы обстоятельства, ситуации создаем в себе сами. Да? Но нам-то хочется верить, чтобы все закончилось хорошо. Хочется верить. А потом плачем всю жизнь, что она к нам несправедлива, что судьба с нами не так обошлась. Да? Да. Вы правы, Николай Павлович. Поэтому после разговора с вами я пересмотрела всю свою жизнь, и я поняла, что с двойной жизнью надо заканчивать. Я приняла решение, и уже не отступлюсь от этого. Чем бы это мне ни грозило. Я думаю, что вы правы. Правы. И поверьте мне, старику, все наладится. Все наладится, и вы с Кирюшей для кого-то будете единственной, любимой семьей. Да все будет хорошо. Спасибо вам. Ну что, в путь? Да, да. Прошу. Спасибо. Здравствуйте. Евгений Валентинович, а я вас ищу, вы представляете? А, вы Жанна, наша старость, да? Слушай, вас. Я хотела с вами поговорить, это очень важно для меня. Ну, смелей, не робейте. Я вижу, вы трепетно относитесь к своим обязанностям. Да, вы знаете, я очень ответственный человек. Ну, так вот, я хотела вас спросить. Давайте спрашивайте. Ну, я же ваша старость, правильно? Ну, правая рука. Ну, можно это сказать. Ну вот, а вашего предмета совсем не знаю, представляете? Ну, как же, вы химию изучали? Ну, я учила, но я так как все время болела, так что... Ну, такое бывает. Ну, и как старость, я должна подавать всем пример, в том числе и в учебе. А химию вы как раз запустили. Да. И я хотела вас попросить, могли бы вы со мной дополнительно позаниматься? У меня сейчас уроки, но через два часа я свободен. Вы как? Так вы согласны? Да, я согласен, конечно. Я учитель, это моя обязанность. Конечно, я свободна. Ладно, все, тогда через два часа. Хорошо. Все, договоримся. Спасибо большое. До встречи. Девчонки, молодцы. По-моему, у нас все отлично получается. Мы правда хорошо сыграли? Настолько, что мы можем уже выступать. Здорово. Мы толком и не репетировали ничего, а уже прям чувствуем друг друга. Да, это очень важно. И репетировать нужно, и понимание в коллективе дано далеко не каждому. Валерия Андреевна, это просто с вами легко работать. Вы настоящий профессионал. Ну, что и говорить. Ни на кого не давить, и как-то само собой все получается. Девчонки, спасибо, конечно. Но здесь от вас самих очень многое зависит. Я сразу вспомнила старые добрые времена, когда я играла с ранетками. Ну, неужели мы когда-то будем так выступать перед публикой, как настоящие ранетки? Даже не верится. Да уж. Ну, мы ведь только начинаем. Нам до них как до звезд. Мы, может быть, гораздо ближе. Что? А что вы хотите этим сказать? Неужели мы будем скоро выступать? А почему бы и нет? Получается же. Я, конечно, не могу вам ничего обещать, но у меня сейчас появились мысли насчет концерта. Наверное, новогоднего? Нет, не новогоднего. Ошибаешься. Может быть, это будет гораздо раньше. Любовь Кирилловна, я к вам. Ой, какая радость. А что получилось? Пришла узнать, как доменяться будем. Вы о чем, Елена Петровна? Работе, конечно. Вы что, забыли? А что не так с вашей работой? Нет, с моей работой все хорошо, а с вашей не очень. То есть с моей бывшей работой все хорошо, а с вашей бывшей совсем плохо. Стоп. Я вообще ничего не поняла. Вы работаете в столовой, правильно? Да, но... Никаких «но». Вы работаете там. Почему вы здесь? Я хотела напомнить, что вы обещали поменяться обратно. А, господи, Елена Петровна, так бы сразу и сказали. Ну, слава богу. Так когда? Что когда? Меняться будем. Да не когда. А кто вам сказал, что мы будем меняться? Мне эта работа очень нравится. Ответственная, хорошая работа. Вот. А вы идите к себе в столовой. У вас там молоко сбежало. Вот ты, Гуцул, говорил, что у меня с музыкой ничего не выйдет, а Лера так не считает. Тану, ты поди на нее лучшая ученица? Смейся, смейся. Я посмотрю, что ты скажешь, когда я в Снегинку поступлю. Да ничего. Скажу, что ты заняла чужое место. Но все равно этого не произойдет. Ты так говоришь только из вредности, потому что хочешь меня обидеть. Да ладно тебе. Даже в мыслях не было. Гуцулчик, помоги мне тогда, а? Ну, с вокалом. Понимаешь, мне не хватает практики. А Ляшка парит мозг только теории. А я при чем? Возьми меня вокалисткой в группу. Ну, Гуцулчик, миленький, ну, пожалуйста. Сейчас, разбежалась. Я, по-моему, уже говорил, что у нас будет мужская группа. А почему бы нам не попробовать взять Надю на бэк-вокал? Это ведь вполне возможно. Это действительно хорошая идея. На сцене будут одни парни. Я ясно сказал нет. Эта тема закрыта. У нас скоро начинается репетиция. Здравствуйте. Добрый день. А вы Александра Марковна? Да, это я. А вы, наверное, к Владимиру Станиславовичу. Только его нет, он еще на работе. А я знаю. Я из той же больницы. Из больницы? А что-то с Володей случилось? О, нет, нет, нет. Ничего, не беспокойтесь. С ним все нормально. Может быть, я войду, а как-то неудобно на пороге стоять? О, Господи, да, конечно. Проходите, просите, ради бога. Ничего страшного. Я вас понимаю, я тут ворвалась в дом, напугала хозяйку. А я, собственно, к вам. А вам, наверное, инструкции к лекарствам надо перевести, да? Нет. Поговорите. О чем? Ну, то, что я люблю Володю уже шесть лет. Что случилось? Кто тебя обидел? Что случилось? Тебя кто-то обидел? Мужчина-эстригадка. Она что, не вернула должность завхоза? Так я и знал. Так я и знал. Стоило ожидать от нее всякого подвоха. Все-все-все-все-все. Я не знал, ты чего не сказал. Мы Борзова подвели весь коллектив. Ну, этого я так не оставлю. Знаешь, прикрелась змея на хорошеньком месте. Выжил от тебя с должности. Думает, что это с рук сойдет. Не выйдет! Ну, что ты ей скажешь? Что скажешь? Не знаю, что я скажу ей. Ну, что хотите-то тогда? Так, Елена Петровна, доверьтесь мужчине. Буду импровизировать. Добрый день, Владимир Владимирович. Здравствуйте. За ваш столик? Да, конечно. Прошу. Что-то у вас давно не было. У меня назначена здесь встреча с дамой. Она уже пришла. Насколько я знаю, пока нет. Да? Сейчас я принесу вам мнение. Хорошо. Владимир Маркалович. Простите. Мне вас рекомендовал Романовский. Юрий Георгиевич, не уделите мне минутку? А, конечно. Какой разговор. Прошу вас, присаживайтесь. Спасибо. В чем могу помочь? Тут, знаете ли, такое дело. Нужна экспертная оценка одной старинной вещи. А Юрий Георгиевич рекомендовал вас, как непревзойденного знатока. Ну, это вам преувеличивает, но интересно было бы взглянуть. Я, собственно, интересуюсь раритетными инструментами. Да? Да. Достойный выбор. Какими именно? А, вот фотография. Старший полномоченный уголовного розыска майор Калашников. Я арестована. А, да. Фондю любилет Sigmarr. Аккул. У меня нет, конечно. Так насчается. Приказано. Аккул ‫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, никакой рыбалки не было. Мы это придумали специально, чтобы не вызывать подозрений. Наш папа очень любит рыбалку. Вы знаете, он так любит релаксировать на природе после трудового дня. Выходит, все это время он проводил с вами. Да, но не мог же он сказать, что я решил делить себя на две семьи. Поэтому и была придумана эта рыбалка. Нет, подождите. Подождите. А рыба? Он же каждый раз домой приносил свежую рыбу. Боже мой, ну что вы как ребенок, честное слово. Все эти сазаны, подлещики, все с рынка. Если мне не изменяет память, в последний раз скажется, это был судак. А помните симпозиум в Праге? А вот, кстати, вот та ваза, которую он привез оттуда. Это я ему посоветовала. А пять лет назад, в Новый год, помните? Его так неожиданно вызвали на работу. Его буквально вытащили из праздничного стола. Помните? Нет денег совсем, да денег нет, нету совсем, да-да-да-да денег нет. Нет денег совсем, да денег нет, нету совсем, да-да-да денег нет. Коллекция замка... Нет, нет, стоп, стоп. Вань, Вань, здесь абсолютно неверно. Здесь нужно по-другому сыграть. Глеб Сергеевич, вы меня извините, но мы не в школе. В каком смысле? В таком. Давайте каждый своими инструментами заниматься, а не другим соваться. Но ты ведь ошибаешься в этом месте. Мы группы, здесь не может быть каждый только за себя. Если я делаю что-то не так, пускай мне Гуцул скажет. Здесь вы мне не учите. Так, Вань, спокойно, хватит задираться. Да что я не задираюсь, просто меня не надо доставать. Послушай, Вань, какая разница, кто тебе сделает замечание? Глеб или я, если все по делу? Большая, это твоя группа. Здесь мы наравне. Мальчики, не сортитесь на Ванечку, а? Это я его обидела. Он из-за ревности сегодня в таком настроении. Чего за фигня? Ну, понимаешь, Ванечка очень хотела меня проводить, а я его отшила, ну, в мягкой форме. Вот он теперь переживает. Куда проводить? Что за жесть? Ты и сюда уже влезла, я не понимаю. Глеб, а ты хотела ее на бэк-вокал к нам взять. Ты видишь, ей палец в рот положа, на руку отхватил. Я же говорил, от женщины одни неприятности. Посмотрите. Посмотрите, посмотрите. Это мы в Турции. Но семья же должна вместе отдыхать. Нет, я не верю. Вон. Ступайте вон, слышите? Вон из дома! Убирайтесь, я прошу вас. Сберите. Пётр Степанович, вы что себе позволяете? Без стука вошли. Я, между прочим, работаю, я занята. Мне до церемонии теперь, Любовь Кирилловна. Я вас, между прочим, спасать пришел. Ну, от кого это, интересно? От правосудия. Что? Знаете что, Пётр Степанович, я никогда себе это... И ни в чем меня нельзя. Ладно, ладно, ладно. Вы мне-то не говорите. Я-то знаю, что вы женщина кристальная. Вот. А вот Жданов ваш... Так, минуточку. Жданов ко мне никакого отношения не имеет. Мы с ним даже не расписаны. Ну, кое у кого может сложиться другое мнение. А тут двух мнений быть не может. Я к нему никакого отношения не имею. За свои делишки пускай он отвечает сам. О, женщины, а. Ну, ладно, у нас мало времени. Короче, сегодня к разиной приходил следователь. Да вы что? Да. Я, конечно, его проводил. Ну, задержался. Чтобы быть в курсе. Я же охранник. Да, конечно, понятно. Ну, и что, вы услышали что-нибудь? Случайно услышал. А. Говорили не там, про Жданова. Степень окисления – это условный заряд атома в молекуле, вычисленный в предположении, что все связи имеют ионный характер. Да. А вот вы знаете, я как раз этого не понимаю про связи. Поэтому до сих пор не знаю, сколько вам лет. Давайте разберемся с этой задачей. Вы главное поняли? Ну, там что-то с орбитами происходит. Ну, так и бывает. Это когда, смотри сюда, когда более электроотрицательный атом смещает к себе полностью одну электронную пару и приобретает отрицательный заряд. Вот так они входят в контакты. А какой еще контакт? Жанна, вы что здесь устроили? Мы дополнительно занимаемся химией. Нам только этого еще не хватало. Евгений Валентинович еще не встает, а вы ему только увеличиваете нагрузку. Я просто не поняла там про орбиты. Это вообще не его проблема. Ты мозги-то напряги. Очень полезно тебе. Я пробовала, у меня не получается. А ты проконсультируйся у одноклассников. Нет, лучше у одноклассниц. Оказывается, Павел Палыч так, когда работал в школе, подворовывал, а теперь все на вас валит. Вот подлюга, а! Вот подлез, чтобы его оглобив в горло. А что он воровал-то? А что он воровал? Мел. Что? Мел. Видели? Новостройки по всей Москве. Так я не поняла, а зачем ему нужен мел? И при чем тут новостройки? Продавал строительные фирмы для производства цемента. И извести. Вот, Пашка, вам мне ни слова не сказал. Ну вот. Значит так, завтра будет комиссия. И если обнаружится перерасход мела, то вам. Петр Степанович, дорогой мой, спасибо вам большое. Но у меня этого мела целая коробочка. Так что... Петр Степанович, голубчик, тут же целая коробка была. Честное слово, Господи. Что теперь делать? Ой, здравствуйте, а что это вы здесь делаете? Вы же должны были с девчонками поехать. Куда это? Ну как куда? В турне это идиотское. А, там другой расклад. Девчонки в Америку улетели. В какую Америку? Они же должны были ехать отрабатывать контракт. Романовский им студию сделал там. Чтобы они альбом смогли записать и за неустойку рассчитаться. Здорово, а мне даже ничего не сказали. Могли бы поделиться своей радостью. Да ладно, не обижайся. Все в последний момент решилось. Видишь, как с Англией получилось? Вот они решили про Америку никому не говорить, чтобы не сглазить. Ну понятно. А у вас здесь какие-то срочные дела? Какие у меня теперь могут быть срочные дела? Ну, а почему вы тогда не с девчонками? А вместо меня Вася поехал. Какой еще Вася? Ну, Вася, звуковик. Ты же его знаешь. Я это поняла. Но почему здесь Вася? Вы же с Ленкой должны были поехать. Да мы с Ленкой расстались. Теперь она с Васей. Как? И вы мне об этом так спокойно говорите? Да ладно, чего там. Они друг друга любят. А я Ленку только мучаю. Мне кажется, вы зря раздули скандал на пустом месте. Еще и девушку обидели. Жанна действительно нуждается в дополнительных занятиях. Да? А вы уверены, что она нуждается в дополнительных занятиях по химии, а не в каких-нибудь других? Вы хоть сами слышали, что вы сейчас сказали? Да, слышала. А чему вы удивляетесь? Она еще ребенок. Ну вот, я бы так не утверждала. Сейчас девочки очень рано взрослеют. И ваши занятия могут закончиться бог знает чем-то. Но это скорее исключение не провела. Между прочим, в этой школе уже был роман учителя с ученицей. Ну, интересно, чем дело кончилось? Чем? Его увольнением, конечно. И жутким скандалом. И теперь к педагогической практике его даже на пушечные выстрелы никто не подпустит. Ну это понятно. Я ничего такого не планировал. Вы да. А она наверняка планировала. Ваши подозрения в мой адрес совершенно безосновательные. Ну и хорошо. Очень хорошо, если мы с вами обо всем договорились. Не надо так кипятиться. Привет. Лерка, привет. Слушай, молодец, что ты пришла. Ты где пропадала? Ты почему не приходила? А ты меня ждал, что ли? Ну, естественно, ждал. Я думала, что ты на меня обиделся. Ты ведь даже не звонил. Лер, ты что, на обиженных воду возят? Проехали. Знаешь, как мы круто здесь все замутили. Я хотел, чтобы ты это услышала. Здорово. Я очень рада, что мы снова друзья. Я очень скучала. Я тоже, Лероча, скучала. Ты слышала про Ронеток? Да, мне сейчас Степнов рассказал. Я в шоке. Оказывается, Америка круче этого подогонного часа. Да, теперь, мне кажется, они точно с этого контракта слезут. И с переводом песен все в кассу оказалось. Видишь, как ты им помогла? Да, мои труды не прошли даром. Я очень рада за девчонок. Да, и будут они у нас теперь знаменитые на весь мир. И со временем богатые, да? Надеюсь, что и нас эта участь не обойдет. Пока. Пока, Куцу, пока, Лера. Счастливо. Счастливо. Всего доброго. До завтра. До свидания. Пока. Слушай, Лерка, я думаю... А почему бы нам по этому поводу не выпить бы по чашечке кофе, а? За нас, да за девчонок. Ну что, ты все поняла? Значит так, поломайся немного для порядка. Вот, и поосторожней с ней. Да ладно, ладно, что сказал ты? Неважно, главное, чтоб получилось. Ну все, я пошел здесь, черт. Давай. Давай. Ирина Петровна, а теперь вот я к вам пришла. Да я вижу, поужинать решили, так ведь ничего не осталось. Я не голодна, что вы, что вы. Извиниться пришла. Да что вы. Да как-то некрасиво получилось. Как будто я вас обмануть хотела. А разве нет? Да нет, конечно, ну что вы. Да у меня в мыслях такого не было. Да я сама не знаю, как так получилось. Ну, наверное, затмение нашло. Ну, погорячилась я. Угу, неужели? И что теперь делать-то? Ну что, давайте уже работой поменяемся, я согласна. Заявление я уже написала, на столе лежит. Значит, я теперь не повар? Да нет, повар теперь я. А вы теперь завхоз. Я считаю, что общаться нужно только с теми девушками, которые тебе действительно нравятся. Вот именно, они выпендриваются перед всеми. Ну чего я выпендриваюсь? Мне реально одна девушка нравится. Только я ей по боку, не смотрят на меня даже. О, прогресс. Сам Черепанов признался, что он девушке не нравится. Обычно он заливает, что от тебя все без ума. Мне от этого не легче. Лучше расскажите, что делать. Ну все потому, что ты считаешь, что у каждого пацана должна быть девчонка. Не потому, что она тебе нужна, а потому, что так надо. А девчонки это чувствуют, это и обидно. Вот ты Оринку кинул. И что, вот ты к ней подкатывал со всех сторон, потом взял и бросил. Это делает тебя крутым. Это просто подло. И что, я теперь подлец, что ли? Ну а кто еще, если ты используешь девчонок для удовлетворения своих амбиций? Ой, Арсений, много ты знаешь. У вас вообще в Суворовском девушек нет. Короче. Пока ты не уяснишь, что к людям надо относиться честно. Никаких отношений нормальных у тебя не будет. Что ты гонишь? Посмотрим, что у кого будет. Мам, слушай, у нас будет настоящая своя группа. И мы будем выступать, мы так рады. Ой, это плов? Ой, я такая голодная. И Лера говорит, что у нас все отлично получается. Да, мам. И мы, знаешь, что самое классное? Мам, ты слышишь нас? Да, 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 я слышу. Ну вот, у нас будет концерт, настоящий, не школьный. Все это устроила Лера, и она такая классная, правда? Да, и с ней так хорошо репетировать, так спокойно. И без нее. О, Марина, давай маме напоем. Давай. Мам, мама, что случилось? Мам. Девочки, я пойду, что-то прилягу, я... Мне действительно не здоровится. Ты заболела? Нет, нет, что вы, все хорошо, я, наверное, просто устала. А я за вас очень рада. Правда? Ну, конечно. Конечно, у вас же завтра репетиция, да? Ну, вам надо, наверное, выспаться. Давайте-ка, спать, давайте. Да время детское, мам. Разве? А мне что-то показалось, поздно уже. Такой чудесный вечер. А мы уже с тобой домой пришли. Глеб, а может быть, мы еще немножечко погуляем, а? Да, поздно уже. Ну все, Надя, я пойду. Спокойной ночи. Ну, какой спокойной ночи? Ну, Глеб, ну еще детское время. Ну, хочешь, пойдем к нам домой, чайку попьем, поболтаем? Да нет, пожалуй, я бы с удовольствием, но мне завтра рано вставать. У меня с утра занятия в Снегинке. А через год мы с тобой там будем видеться. Ну, если, конечно, я поступлю. Обязательно. Ты уверен? Да, конечно, почти на сто процентов. Ты человек целеустремленный, у тебя все должно получиться. Ну, ты видишь, как я стараюсь? Конечно, вижу. Многое уже сделано. Ты поступила в музыкальный класс, учишься. Это дорогого стоит. Да, пришлось сесть за одну парту и детьми младше себя. Ты не представляешь, чего мне это стоило. Пришлось переступить чисто свое самолюбие. Да, искусство требует определенных жертв. Это было не только ради искусства, но еще, чтобы быть к тебе ближе. Это правда? Слушай, Куцел, я же не просто так пришла. Опять, наверное, какой-нибудь серьезный разговор. Ну, хватит прикалываться. Мне действительно нужно с тобой кое-очем поговорить. Ну, ладно, ладно, хорошо. Я настроен на серьезный лад. Говори. Мне тут Глеб сказал, что вы завтра выступаете. Ну, да. Пробный концерт. Я вот что хотела предложить. А давай мы с девчонками из музыкального класса выступим завтра у вас на разогреве. С какими девчонками? Ну, Галя, Арина и Марина. Ты их видела, они здесь были мои ученицы. Да нет, я не про это. Лера, ты что, группу свою создала? Ну, да. Слушай, так это же круто, это супер. Лера, ты молодец. А когда ты успела? Да только что. У нас, правда, только одна песня, но мы хотели посмотреть, что из этого получится. Ну, так что? Так все супер получится. Мы заодно можем осуществить идею Шинского по поводу рок-кафе. И очень фактурно может получиться. Девочки выступают на разогреве у мальчиков. Слушай, здравствуй. Ну что, ужинать идем? Не трогай меня. Ты мне отвратителен. Саша, ты так что, шутишь, что ли? Я же просила меня не трогать. Увидеть тебя не могу. Саша, что случилось? Случилось, Володя. У нас с тобой случилось. Саша, ты нездорова. И не надо делать вид, что тебе небезразлично мое здоровье. Ты, Володя, не врач. Ты актер. Лживый подлый актеришка. Сашенька, послушай, ты бредишь? Что с тобой, Саш? Я здесь, я дома, рядом. Со мной. А вчера ты где был? Сыной и Кирюшей? Не сомневаюсь, там тебе был оказан замечательный прием. Слушай, ну это какой-то бред. Это, я не знаю, что ты говоришь, но это какая-то неправда, Саша. Ты знаешь, я тоже так подумала. Сначала. Но Инна убедила меня. Она была здесь. Милая женщина. Главное, искренняя. Надеюсь, тебе этого будет достаточно. Главное, искренняя. Главное, искренняя. Продолжение следует...